Телепатия В большинстве случаев такая способность будет огромным стрессом для психики. По статистике, любой человек врет десятки раз за день. Поэтому готовься, что даже самые близкие люди окажутся незнакомыми монстрами, которые говорят одно, а думают совершенно о другом. Собираешься сделать предложение девушке и узнаешь, что ее мысли занимаешь не только ты. Выясняешь, что твой партнер по бизнесу не в восторге от твоих деловых качеств и мечтает избавиться от тебя. И в довершении оказывается, что друзья считают тебя слабым игроком в футбол и только делают вид, что рады тебе в своей команде. Да и просто обычная картина мира, где культура, этика и уважительные фразы скрывают не всегда приятные мысли окружающих, резко изменится. И ты убедишься, что людей, у которых слова и мысли всегда совпадают, практически не существует. К тому же, далеко не всегда проскользнувшая в голове у другого человека плохая мысль, которую ты запеленговал, отражает его сущность, характер или истинное отношение к тебе. Поэтому, перед тем, как научиться читать чужие мысли, ты должен навсегда разучиться обижаться. В противном случае, неприятные тебе мысли других людей будут у тебя вызывать раздражение, депрессию, озлобленность, и ты станешь самым одиноким человеком на земле. Хотя, если ты начальник, то умение читать мысли подчиненных и выдавать их за свои очень полезно. Помимо этого, зная, какие мысли в голове у других, уже не так стыдно за свои собственные. Но если ты станешь телепатом, то не советуем тебе встречаться с другими телепатами. Вдруг, начав читать мысли друг друга, вы умрете от перегрузки канала приема-передачи в мозгу? А ты хотел бы жить в мире, где все умеют читать твои мысли? Или предпочтешь сохранить их приватность? Напиши свой ответ в комментарии, подпишись на наш канал и оставь лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok